Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья и счастья, радости, любимые и дорогие. И сегодня обещанное видео, как получить вид на жительство в Италии именно на сегодняшний момент. Итак, поехали! Но сначала я хотела похвастаться от своей орхидеи, которая у меня зацвела по второму разу, потому что поливать ее, оказывается, нужно не сверху, а снизу. Просто наливаешь водички в ту посудину и она оттуда пьет, пьет, пьет и потом вот такая красавица снова расцветает. Ну и так, не будем отклоняться от нашей темы. Тема у нас вид на жительство в Италии именно сегодня, как можно получить. В своих предыдущих видео я уже рассказывала вам, дорогие мои, что вид на жительство в Италии давался по счету раз, когда покупали какое-то жилье здесь, в Италии. Сейчас немножечко со всеми этими санкциями уже начинают притормаживать, притормаживать, притормаживать. Мало того, еще начинают и блокировать это жилье, которое русские покупают в Италии. Но сейчас какие есть возможности? Первая возможность и самое главное, если у вас есть украинский паспорт, без проблем, можно приезжать в Италию, оформлять беженца в Италию, из Украины и тебе сразу же дает вид на жительство на шесть месяцев сначала, потом продляется до одного года и так далее и тому подобное. То есть, этот вид на жительство дает все права, можно и работать, можно и не работать, потому что дает пособие. Второе, дорогие мои, это никогда не отменялось, это было и раньше нужно или выйти замуж, или жениться на итальянце. Как это делать? То есть, дорогие мои, очень много всяких сайтов знакомств, никто еще не отменял любовь во все времена и в антиковидные и не ковидные и вот эти всякие санкции, как они есть, так и есть, но любовь, она сама по себе. Поэтому, какие преимущества? То есть, если вы собираете все документы, приезжаете в Италию по туристической визе, которая сейчас есть, с 1 марта ее открыли и, что самое интересное, с 1 июня отменили все антиковидные такие паспорта, как говорится раньше. То есть, гримпассы отменили, ПЦР-тест отменили, дорогие мои, и самое главное, отменили анкету, которая самая занудная, пассажер локейшн. То есть, вы приезжаете по туристической визе к своему жениху или к невесте и что вы делаете? Подаете в коммуну документы? Документы можно скарикарить на сайте, их не так много, но они есть. Некоторые документы из России вы должны привести, сопустили. То есть, сопустили, вы тоже должны поставить на свидетельство рождения и так далее. И если вы сменили фамилию, там тоже нужна справка, тоже сопустили. Ну, это уже второй вопрос. Вы должны приехать в Италию, привести свои документы и здесь расписаться. Расписывают в коммуне. Это такое дело, вы можете красиво расписаться, можете не очень красиво расписаться в церкви, так же, как у нас венчание уже после того, как вам дали документ сертификата де матримония уже в коммуне, а потом с этим сертификатом вы можете венчаться и так далее. Но главное, что вы получили этот документ. Как только вы получаете документ в коммуне, вам прям так же сразу его и дают, сертификат де матримония, он называется, и их выдают сколько тебе хочешь. То есть, потерял один, иди и сразу и делай, все это делается бесплатно, но потом. Сначала, конечно, вы там платите какие-то марки и так далее и тому подобное. Как только вы получили этот сертификат де матримония, вы сразу подаете документы, но это вам нужно потом будет идти в патронату и спрашивать, какие документы еще дополнительно к этому чертификату де матримония нужны. Вам это все объясняют. Вы делаете такой большой пакет, идете на почту и вам уже дают речи буту, то есть квитанцию. Эта квитанция у вас уже будет как вид на жительство, дорогие мои. То есть, вы с этой квитанции даже можете лететь в Россию и назад, но если прямой рейс, если все есть в какую-то другую страну, то нет. Но дело в том, что как только вам уже придут документы, это где-то от месяца до двух. То есть, у вас должна быть виза на покрытие вот этих, всех вот этих вот бюрократических аппаратов. Потом вам уже приходит карточка «Пермеса диссаджорном. Вид на жительство». Сначала ее дают на один год, потом на два. Но, дорогие мои, поскольку у вас есть чертификат де матримонии, уже после двух лет совместной, так сказать, жизни, вы можете поддать документы на четодинанце Итальяна. То есть, после двух лет замужества. После двух лет замужества вы подаете документы на четодинанце Итальяна. Также идете в патронату, вам там объясняют, какие там документы нужны. С этим же видом на жительство вы уже едете в Россию, потому что из России тоже какие-то документики нужны будут и так далее и там подобные. И вот потом уже вы с этими документами подаете уже тоже большой пакет на почту, и вам уже приходит где-то через 6-8 месяцев уже документ четодинанца Итальяна. То есть, вы уже будете иметь итальянское гражданство. Какие преимущества? Потому что, если вы человек из России, у вас есть российское гражданство, вы можете еще одно гражданство или два или три иметь. То есть, вы можете иметь двойное гражданство, как вот у меня сейчас имеется. Это иногда выгодно, иногда нет. В настоящее время это выгодно. Потому что, например, сейчас я смотрела рейсы, которые из Италии в Россию. Сначала я летела из Милана через Сербию и так далее. Сейчас я решила посмотреть из Пизы. Потому что из Милана все равно 4 часа ехать, потому что туда далековато. Даже если на машине 4,5 часа туда пилить и обратно 4 часа. Неинтересно это. А вот Пиза у нас рядышком. И здесь вот есть аэропорт Галилея, Галилей. И я решила посмотреть, есть ли там билеты из Пизы в Москву. Да, они есть. Они есть из Пизы в Лондон. Из Лондона в Турцию. И из Турции уже в Москву. То есть, это все, вот этот ВИАЧ составляет 18 часов. Ну, дело в том, что он из Пизы. То есть, уже не надо 4,5-5 часов тратить на то, чтобы доехать до Милана и так далее и тому подобное. В прошлый раз у меня опять этот ВИАЧ составил, с учетом того, что мы ехали на машине и так далее, 36 часов, дорогие мои. Но есть разница. 18 и 36, тем более из Пизы. Здесь я могу и на автобусе, и венчинцы меня движут с удовольствием тут рядышком. 14 километров всего. Это отвлечение. Но дело в том, что в Лондоне нужна либо виза королевства, либо итальянский паспорт. То есть, с итальянским паспортом никакая виза вам не нужна. И поэтому я с удовольствием уже рассматриваю этот вариант как вариант, потому что итальянский паспорт спасает. Виза лондонская не нужна. Я могу через Лондон сделать пересадочку, потом Стамбул и так далее и тому подобное. Хорошая эта идея. Мне она понравилась. И билеты довольно-таки, ну, не сказать, что совсем дешевые, но по сравнению с остальными нормальные. То есть, 26 тысяч рублей в одну сторону. Из Пизы до Москвы, до Мадедова. В общем, это тоже немножечко отвлечение от нашего вида на жительство. Какой еще у нас есть, так сказать, пунктик, чтобы получить вид на жительство в Италии в настоящий момент? Это контракт по работе. Многие спрашивают, как вот сейчас именно приехать в Италию. Дорогие мои, очень-очень много агентств, которые на сезонные работы делают контракты по приезду в Италию. И, конечно, вам делают Пермеса Дисаджорна вот именно на период этот самый. Ну, когда вы уже отработали здесь, например, там 3-6 месяцев, сейчас можно убирать апельсины, но апельсины еще рано. Сейчас немножечко попозже уже начинаются персики, абрикосы, ну, а потом, соответственно, виноград и все остальное. Дорогие мои, вот эти сезонные работы, ну, это у меня отдельное видео есть, чем они хороши. То есть приехал там, мы как делали, у нас был стройотряд, и в Анапу ездили собирать виноград. С утра отсобираешь с 6 до 10, потом на море и этот же виноград и ешь. И утром, и в обед, и вечером. Ну, еще и кормили. Также здесь, если у вас контракт на работу, вас обязаны кормить и жилье вам какое-никакое предоставить. Ну, а потом на море и загорай, и купайся, и еще и зарплату платят. Это еще один пунктик. Ну, в общем, остальных пока я не вижу. То есть в этот раз только либо украинский паспорт, беженец и йоп, и сразу тебе вид на жительство, еще и пособие. Второе, жениться или не жениться, замуж выходить за итальянца или жениться на итальянке. И третье, контракт на работу, по которому тоже дают вид на жительство Пермеса Дисаджорна на тот период, когда вы работаете, а потом его можно продлить. Ну, и конечно, конечно, если у вас там не интересует этот вид на жительство, можно просто взять туристическую визу, оформить и приехать в солнечную Италию и насладиться итальянскими фруктами, итальянским вином, итальянской едой, спагетти, пиццей и так далее и тому подобное. Очень это вкусненько и хорошо. Ну, и конечно, солнечная Италия, это море, солнце, горы, все, что тебе угодно. Ну, в общем, такая у меня сегодня тема. И, конечно, я вас люблю, всех обнимаю и делюсь с вами немножечко видами нашими на моего города, где я живу, город Виарейджо. Это как раз, как я говорила, 14 километров от Пиза, где есть аэропорт, где есть Пизанская башня и где есть поле чудес. Люблю вас всех, мои дорогие. Загадывайте желания, и они обязательно сбудутся. С вами Ольга! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и как я говорила, делюсь с вами видами. Вот этот наш парк Пинета Дипоненты. То есть здесь можно спастись от солнышка, когда оно сильно жарко, особенно после обеда. И здесь и стар, и млад, и на велосипедах, и пешком. И велосипеды можно взять в прокат. Посмотрите, это любые. Можно семейные взять велосипеды прокатиться. И, конечно, Лебединое озеро есть, которое я уже не раз вам показывала. Ну, в общем, все в нашем городе Виориджи есть. Здесь и парк, и как Пинета Дипоненты. Здесь очень много кедра. Здесь вот это вот получается, что у нас аллея Платаны. Но здесь очень много и кедров, которые дают очаровательный воздух, чистый воздух. И, конечно, тень на плетень. Ну, и еще, конечно, делюсь с вами море. Море, 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 море. Потому что море здесь, в Виоридже, пусть оно не такое чистое, как в Сардынии, но оно тоже в этом году чистое. И уже в это воскресенье мы впервые сделали заплыв с Винченце. Потому что было море абсолютно теплое, дорогие мои. Это сказка. Вообще, я обожаю море. И вот такие вот корабли к нам заходят, большие, маленькие. В общем, я люблю любоваться этими всякими кораблями с берега. Потому что на них меня укачивает. Но главное, что это красиво. Это замечательно чистый воздух. Это загар замечательный, сказочный. Ну, и, конечно, вода морская. Это здоровье, дорогие мои. Это здоровье для всех. И те, кто плавает, и те, кто грибут, и те, кто на пляже лежит. В общем, это здорово. Ну, и, конечно, как я уже говорила, это итальянская кухня, которая очень простая. И очень-очень-очень замечательно вкусная. Люблю.